И вот клубничный сезон закончился. Посмотрите. Это уже все, да, вот гнилое, все, да, прокусанное. Ягод полно, но ни одной целой. Вот больше покажу, видите? Все уже. Это капут. Тащим-то. К клубничному сезону пришел конец. Так и, в общем-то, и дачному сезону. Начинаются дожди, а через... Через всего-то какую-то неделю или две уже начнется осень, можно сказать. Одна радость крыжовник только. Пойдемте к нему. Че еще делать-то? Одна радость крыжовник. Но он пока еще не готов. Не сказать, что он совсем готов. Он поспеет очень скоро, но пока нет. И он тоже чем-то болеет. Видите, чем-то он болеет. Он нехорошо себя чувствует. Непонятно почему. Но в целом нормально. Но нехорошо чуть-чуть. Ладно, видео не о том, короче. Не о крыжовнике, не об этом всем. Да, вот крапивы, семена. Я специально, говорю, выращивать буду. Не буду ее уничтожать. Пусть разрастается, поскольку вот эта вот штука мне надоела. И малины, и вот эта вот хрень. Пусть лучше крапива разрастает. Он на семена дает. Я надеюсь, что вот эта крапива, она везде тут вырастет. В следующем году. Раньше я как-то не любил, все уничтожал. А в последнее время очень полюбил. Да, вот. Потому что она выгораживает всякие сорняки. В общем-то. И от нее есть поезда, в отличие от этой штуки. Из нее можно хоть суп варить. А вот из этой хрени нельзя. Которая тут здесь. И которая на аватарке вроде как стоит. На канале. Да, еще что-то происходящее. Маргинальный хмырь сел на стул, и стул развалился. Мы его добили, вот он какой стал. Хоп, а сел, просто своей тушей навалился, и пизда. Стул. Что еще? Торговал, да, ходил. Я просто был тут без записи, да. И кот Том не продается. Вот, уже все. Популярность кота Тома пришла к концу. Кота уже не продать. Вот, еще что. Дальше продвигаемся. Так, ну я пивандрия купил чуть-чуть, да. Пойду погуляю еще. Суть-то не в этом, что я тут хожу, да. Вот кепка. Вторая кепка. И не в кепках даже, суть. Суть в том, что я наконец-то нашел иван-чай. И я сейчас пойду на поле и покажу вам, где я его нашел. Я надеюсь, его там уже не собрали. И что он до сих пор там еще есть. Вот. Так что вот так вот. Склейка, как всегда. И переходим к иван-чаю. Зря сказал, что перейду сразу к иван-чаю. Тут висит одинокое яблоко. Все червивое. Одинокое. Вон оно какое. Около него пожухший лист. Тут червяк. Снизу червяк. Внутри 10 червяков. Сверху, снизу, вокруг. И вокруг ни одного другого яблока нет. Только одно. Оно одно. Но вот там еще одно есть. И оно червивое. Вот. А теперь склейка к иван-чаю. Итак, господа, иван-чай все-таки найден. Вот он. Там ветер, поэтому я вот так показываю в клонении. Вот. Вот это иван-чай. И он все-таки найден. Но можешь собирать его тут до хрена просто. Посмотрите, видите? Это одна часть. А частей таких, где он растет, просто дофига. В этом месте тут все в нем. Вот. Можно просто обсобираться этой иван-чай. Вот. Подходишь просто раз. И вот он. Это точно он без всяких там прочих, да? Каких-то там обманов, да? Жульничеств. Нет, это чисто иван-чай. Вот это он и есть. Вот. Вот такие вот дела. От него даже пахнет приятно таким вот. Не знаю, я про светро держу, пока это не показываю, но от него пахнет приятно так. Вообще. Как вкусняшка какой-то. Вот эта малина лесной дикой вкусняшкой не пахнет. Она вообще какая-то пожухшая вся. Вот. Такие вот дела. А, да, ну пойдем-ка отторучив обратно, да? Если ветер отсюда дует, пойдем обратно. Короче, где я пропадал? Две недели, да? Только озон нарезал чуть-чуть. Я колено повредил, да? Пробил себе колено. Как-то на велосипеде поехал. Врезался в машину ночью. Не увидел машину, что на парковке. Или руль выкрутился, я уже не помню точно. И я врезался в машину просто, да? Ночью просто в два. В час чем-то ночью в два. Почти часа. В час тридцать где-то или в час сорок. Так, на серо-зеленом асфальте, в серо-зеленом освещении, в тени стояла серо-зеленая какая-то русская помойка в пластике. Но я затормозить вообще не успел на велосипеде. Разогнался, а затормозить вообще не успел. Врезался прям в нее, короче, хорошо хоть в фару вырезался. И за счет того, что я врезался в фару, я, в общем-то, и затормозил. Да, все торможение произошло, да, от этого. А то было бы еще хуже. Но повреждения произошли не из-за того, что я там затормозил и затормозил. И это без разницы было. Все мои повреждения с коленкой связаны от того, что я упал просто и остановился, да, от этой фары. Фару расшиб, да. Велосипед поцарапал раму, да, и что-то там. Хорошо не колесом. А то по колесу не было бы возможности установить на такой скорости. Оно по восьмерке сложилось. Вот, и упал просто на левое колено. Вот, смотри, сколько ванчая. Вот, я показываю эти фиолетовые там. Это он и есть. Вот. На левое колено завалился. На велосипеде. И колено содрял все. В общем, вот так вот. До сих пор уже прошло почти не две недели, а до сих пор оно не зажило, да. Но оно перестало хотя бы болеть. Не так там. Это самое ужас. Какой-то кошмар просто. Не такие кровь-кишки там уже. В целом теперь жить можно. Тогда, когда я когда и самое, да, вообще ужас был. Я ошибку совершил большую очень. Я не стал сразу перекисью обрабатывать. Подумал, ну нафиг. Взял и ляг спать просто, да, джинсы не снимал. Джинсы развались, потому что вот, да, колено бы так не повредилось просто, да, не поцарапалось об асфальт. Но джинсы разрывались, потому что были непрочные какие-то клоунские джинсы старые, и разорвались ей от этого повреждения. А если бы были целые, ничего бы не было вообще, только синячок легкий, который за день попрошел. Вот. Разорвались от этого все проблемы, да, и теперь сделал заключение. Ездить только в плотных джинсах. Таких в четкие, да, в двуслойных. Так и буду делать, в общем-то. Вот. Заживало долго, да, ужасно, там что-то черное, что происходило. Перекись я не залил, это я вообще расстраиваюсь, да, от этого, а то бы это бы прошло бы прям сразу, да. Перекись, а потом через три дня зеленка уже все будет зажило, да. А так я буду еще две недели мучиться, все будет заживать, да. Смотрите. Уже папоротник отцветает. Не отцветает, как сказать, он не цветет вообще-то, да. Он уже жухнет. Все, уже к осени дело идет. Папоротник. Ягоды кончились, да. Белую смородину мы съели. Ерга не поймали мы сверху, там наверху она висит. Мы не смогли вытащить, да. Продегустировали белую смородину ергу, да. Все собрали. Клубнику не смогли, клубника испортилась. Жуть, в общем, все. И начинаются дожди. Уже в августе. То есть, вступает в свои права уже осень. Вот. Осень вступает настоящая. Грустненько. Лето прошло, по сути, ни о чем. Я не знаю почему. Вроде все и хорошо, но как-то хотелось больше в этим летом. Чтобы что-то произошло интересное, такое милое. Да, вот. И все такое прочее. Но, к сожалению, ничего подобного нету. Ничего подобного, к сожалению, нету. Грусть и печаль. Вот. Ну, а я на даче, да. Последние разы, в общем-то. В сентябре поездок не будет, как всегда, да. В сентябре поездок не будет, как всегда, все жопу почешут. Ну, само собой. Вот. Бывает. Тащим-то. Грустненько, что это так прошло. Нагнать сего нет возможности. Были на нее большие планы, конечно. На это лето, но... Ничего не поделать. Большие планы просто провалились. В никуда. Может, потому что их не надо было делать, большие планы. Кому они нужны были, большие планы. Ну, да ладно. Господа. Тушите свет, как я всегда говорю. И выращивайте на своем огороде. Крапиву. А то я вас посажу в нее прямо с жопой. Прям с канала вытащу и с жопой посажу прямо вот в эту крапиву. Спасибо. Спасибо.